Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я решил немножко помаразматировать, ну а если серьезно, то решил просто просчитать через сколько, на какой день, какая цена на какой танк будет, ну для того, чтобы себе понимать, ну и возможно вам подсказать. Итак, ребят, перекидываемся на аукцион, на аукционе у нас происходит прям сумасшедший дом по отношению к клинку и я, честно говоря, абсолютно не удивлен, осталось всего 1347 транспортных средств и это, ребят, сегодня только стартанул, посмотрите, 19 часов 20 минут до обновления цены, то есть, ну грубо говоря, там 4,5 часа прошло, 4 часа 40 минут и практически все ВКшки уже раскуплены. В целом, ребят, я понимаю почему, потому что 17,5 для этой машины вообще нормальная, адекватная цена, на машину, ну как бы на машину есть спрос и машина редкость на продаже, за голду просто так возьми, да зайди купи, как это периодически бывает, когда выбрасывают предложение в магазин, поэтому здесь как бы ничего удивительного нет. А вот все остальные машинки, я бы сказал, что в цене стоят и они стоять, ребят, будут по одной простой причине, потому что на каждую машину есть плюс-минус какая-то понимаемая игроками цена, за которую они готовы данную машину приобрести. Итак, ребят, я решил немножечко просчитать и вот на примере, допустим, той же самой проги решил прикинуть себе, когда и сколько она будет стоить. Значит, смотрите, прогу выставили на продажу за десятку, на 750 голды она станет дешевле через сутки, да, наверное нет, не так, давайте немножко возьмем по-другому. Давайте на примере Титана, вот на примере Титана, наверное, будет более понятно. Смотрите, 7500, завтра через 19 часов 20 минут 7000 будет стоить танк. Теперь смотрите, у вас на экранах сейчас появилась табличка, которую я набросал, честно говоря, на скорую руку, но я думаю, в названиях танков вы разберетесь, ну и, соответственно, разберетесь в цифрах, которые есть. Сверху номерация, первое число, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, соответственно, аукцион третья волна длится до девятого числа, но это имеется в виду, что девятого числа он закончится, соответственно, последнее понижение цены будет восьмого числа. И вот давайте на примере какой-нибудь самой простой машины, вот как я уже сказал, на примере, допустим, того же самого Титана HND, у меня в табличке он Титан ХНД, уж простите, не обижайтесь, выставили за 7500, завтра будет за 7, 3-го числа 6500, дальше 4-го числа 6500, 5500, 5500, и на восьмое число в последний день обновления цены будет, соответственно, 4000, и это будет окончательно. И это будет окончательная цена на Титана, если он достоит на продаже до 8-го числа января месяца 2023 года. Больше всего меня, ребят, вот радует и веселит вопрос по поводу таких двух тачек, как Т4485, это нижняя строка в моей табличке, как вы видите, полтора косаря, это будет крайняя цена на данную машину, но я больше чем уверен, что до этого ценника он не достоит. Я думаю, что 5-го числа, когда будет обновление цены, и цена станет 3000, народ начнет более интересоваться им, поскольку это семерка, то 3 косаря, в принципе, цена нормальная. А вот когда будет 6-е число обновления до 2500, вот тогда уже прям совсем начнут разметать. Но больше всего меня улыбает здесь товарищ Ликан, обратите внимание на Ликана, третья строка, 7500 он стартанул, по косарю будут скидывать. То есть разработчики готовы, в принципе, если мы, братцы-кролики, с вами брать машину не будем, то в целом, ребят, можно будет взять его по самой низкой цене в 500 голды. Сомневаюсь, ребят, конечно, что Ликан до этого момента достоит, и думаю, что когда будет ценник где-то 5,5, а уж тем более 4,5 и 4-го числа, машину, соответственно, разберут. Ну что ж, ребятки, вот так вот получилось у меня посчитать, что к чему, кого из этого всего брать, я не буду вам уж четко прям рекомендовать. Однозначно могу сказать про ВК-шку, она уходит с продажи, уходит быстро, если у вас есть золото или есть возможность задонатить, я бы вам рекомендовал данную машинку взять себе. Посмотрите обязательно обзорчик на моем канале, он у меня не один, и вы поймете, почему я люблю ВК-шку. В пределах данного видео, вот здесь наверху на ВК-шку конкретно всплывают подсказки на видео. Не поленитесь, перейдите, посмотрите, ну и вы поймете, почему стоит данный аппарат взять. Что же касается всего остального, каждая машина под свои руки и на своего любителя. Ребят, я надеюсь, что мое видео было вам полезно, надеюсь, что табличенка станет вам под руку в тот момент, тогда, когда вам надо будет принимать решение брать сейчас или подождать 2-3 дня. Ну и не сидеть с калькулятором в руках. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего мира. Ну а главное, ребят, обязательно спокойствия. Пока-пока.